МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости о НАПА-регион в студии Сергей Корабельников. Здравствуйте. Итак, сегодня в нашем выпуске. Тепловым системам хорошо, и у нас никаких проблем нет, понимаете? Без посредников и переплат. АНАПчанам предлагают перейти на прямые расчеты за коммунальные услуги. То, что там построено, мы должны принять дело к тому, чтобы в собственной идее это все защитили. Особо охраняемая природная территория. Что даст новый статус анапским плавням и сможет ли это уберечь от пожаров? Не для того, чтобы статистику отчитаться и сказать, что вот, пожалуйста, мы там что-то делаем, да просто человеческую, сыновью благодарность перед этим людям. Чем запомнились прошедшие 7 дней. Дайджест основных событий недели. Накануне Анапский муниципальный совет отпраздновал свое 15-летие. Впрочем, его история началась гораздо раньше. До 1996 года это было собрание представителей города-курорта. Затем Совет депутатов уже с новыми функциями и полномочиями. По сути, нынешний представительный орган в 2004 году и стал его правоприемником. А сегодня прошла юбилейная 70-я по счету сессия. Повестка была насыщенной. Реализация национальных проектов и, как говорится, вопрос на злобу дня. Что делать с долгами управляющих компаний за коммуналку? Отопительный сезон в самом разгаре и ситуация может выйти из-под контроля. О вариантах решения в нашем репортаже. Совет депутатов был образован на курорте 15 лет назад. Накануне представительный орган местного самоуправления отпраздновал свой юбилей. В связи с этим я хочу поздравить всех депутатов, всех присутствующих Юрия Федоровича с 15-летием начала местного самоуправления и выполнения 131 закона в нашем муниципальном образовании. И разрешите мне вручить почетные грамоты нашим депутатам, ветеранам, которые в течение 15 лет добросовестно, активно работают и выполняют свои депутатские обязанности. Почетными грамотами были отмечены Константина Постолиди, Вера Севрюкова, Игорь Филимонов, Елена Некрасова и другие депутаты, которые работают на благо города еще с первого созыва. В этом году она поучаствует в 16 национальных и региональных проектах. В рамках нацпроектов «Культура» и «Демография» был завершен капитальный ремонт ДК в селе Бужор. Подходит к концу строительство детского сада в хуторе Воскресенский, а в станице Благовещенской и хуторе Большой Разнокол появились новые спортивные площадки. В рамках регионального проекта «Качество питьевой воды» планируется реконструкция водозабора и инженерных сетей водоснабжения в хуторе Заря. Общий объем финансирования 81,1 миллиона рублей, в том числе федеральный бюджет 68,7 миллионов, 3 миллиона краевой и 9,4 местный. Сегодня Анапа один из лидеров по реализации национальных проектов на своей территории. Чтобы войти в программу, муниципалитет профинансировал часть работ из местного бюджета. Из всех муниципальных образований только два муниципальных образования сделали это, для того, чтобы зайти в программу 2020 года. Если бы мы этого не сделали, мы бы сидели ждали 20-й год, потом выделение, мы сразу дали определенную сумму денег, там 40 миллионов, мы зашли в эту программу, и нам сейчас вернут эти деньги, чтобы вы понимание имели. Один из главных вопросов, рассмотренных на сессии, заключение прямых договоров собственников с ресурсоснабжающими организациями. НЭСК, Водоканал и Теплоэнерго уже разрабатывают дорожные карты подключения. Кроме того, с изданием вышеуказанного федерального закона 59 ФЗ, ресурсоснабжающие организации получили право в одностороннем порядке прекращать договор ресурсоснабжения, заключенный с управляющими компаниями, при наличии у управляющей организации признанной и подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом задолженности перед ресурсоснабжающей организацией в размере равном или превышающем 2 среднемесячной величины обязательств по оплате по договору. В целях снижения социальной напряженности и, скажем так, выведения на чистую воду некоторых наших управляющих компаний прошу поддержать данный проект решения. Сейчас одному теплоэнергоуправляющие компании должны 100 миллионов рублей. Из-за неплательщиков отопительный сезон в Анапе уже находился на грани срыва. Но куда пропадают деньги жильцов – непонятно. Сейчас в этом вопросе разбираются надзорные органы и анапские общественники. Дела недобросовестных управляющих компаний уже переданы в суд. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. А вот теперь давайте подробно, не торопясь, разберемся в этой инициативе. Проблема понятна. Деньги жителей за коммуналку оседают в карманах управляющих компаний. Суды – дело долгое, а за потребленные услуги нужно рассчитываться вовремя. Иначе можно остаться без них. Прямой договор с ресурсоснабжающей организацией. Решит ли это проблему и будет ли он выгоден нам с вами? Никита Бойко провел свое расследование. В Новый год без долгов. Валентина Кондратова заключила прямой договор с теплоэнерго еще прошлой зимой. Многие управляющие компании, которые сегодня собирают деньги за коммуналку, с ресурсоснабжающими предприятиями рассчитываться не спешат. А вот проблемы потом возникают у жильцов. За долги квартиры могут отключить от благ цивилизации. По словам Валентины Андреевны, на прямые договоры они решили перейти всем домом. На стоимость услуг это не повлияло, а вот порядка стало больше. Нам так удобнее, мы напрямую видим, у нас на сайте высвечивается, за что берут, что берут. Ну и потом мы уверены, что нам выставляют платежку те, которые выставила тепловая сеть. То есть никаких конфликтов теперь нет, ничего. Какой-то должен быть, наверное, указ передать всех. Просто перейти всем в тепловые сети, минуя управление вот эти всякие, чтобы никаких не было в управлении зацепок. Вы понимаете, они же... Прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией заключили уже 13,5 тысяч квартир. Сделать это достаточно просто. Главное – желание самих собственников жилья. Они должны предоставить техническую документацию на узлы учета, жилплощадь, а также паспорта владельцев квартир и права собственности. При заключении прямого договора лично можно не присутствовать. Достаточно направить копии документов, которые я перечислила, по электронной почте. У потребителей появляется возможность оплачивать свои коммунальные услуги напрямую ресурсоснабжающей организации, напрямую АО «Теплоэнерго». Сейчас «Теплоэнерго» отапливает 372 дома. 246 из них уже перешли на прямые договоры. Жители остальных продолжают оплачивать счета через управляющие компании. Сейчас ресурсоснабжающие организации ведут работу с должниками. Список злостных неплательщиков не изменился. Ими так и остались «Вюнконсервис», «Практика управляющая компания номер один» и другие. Их дела переданы в суд. Некоторые имеют положительные решения. Кстати, в этом случае жильцы имеют приоритетное право на заключение прямых договоров. Сегодня все ресурсоснабжающие организации готовятся к переходу на новую форму работы с потребителями. В «Теплоэнерго» водоканале «ИНЕСК» ищут наиболее удобные для жильцов варианты. Так, к примеру, договор на отопление и горячее водоснабжение можно заключить, не выходя из дома. Достаточно отправить заявку по электронной почте абонент собакотеплоанапа.ру. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Анапские плавние – те самые, где недавно тушили пожар. Теперь они могут получить новый статус – особо охраняемая природная территория. Что это значит? Появятся четкие границы и будет определена зона ответственности, в том числе и у тех, кто ведет коммерческую деятельность вблизи плавней. Одним словом, порядка будет больше, и муниципалитет сможет контролировать ситуацию уже на основе новых требований. Все подробности – все же Теруслана Душевского. Плавневая зона реки Анапка, возможно, получит статус особо охраняемой природной территории. Этот вопрос обсуждался на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Южном федеральном округе. Возглавил ее заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Леонид Беляк. После документального закрепления границы береговой линии будут четко определены зоны ответственности. Глава Анапы Юрий Поляков выступил с предложением приостановить все действия по формированию и выделению земельных участков, прилегающих к плавным территорий, до принятия решения о ее разграничении. Также собственники строений коммерческого назначения, возведенных вблизи от плавни, должны будут предусмотреть комплекс мер для защиты от возможных пожаров и затопления. Задача понятна. То есть у нас береговая зона вся под контроль. Ни вправо, ни влево, ни на один метр. То, что там есть, еще свободно все аннулировать, привести в нулевое состояние. И больше мы не рассматриваем нигде моменты строительства. И самый важный момент, то, что там построено, мы должны принять меры к тому, чтобы собственности это все зачитили. Это решение позволит взять под полный контроль ситуацию с плавнями. Недавний пожар в районе Хутора Чембурга был ликвидирован благодаря профессионализму и слаженным действиям всех служб и четкой координации оперативного штаба, который возглавил Юрий Поляков. Сегодня администрация города проводит большую работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Но здесь необходима помощь региональных и федеральных структур. Благодаря тому, что нами была проведена определенная работа и опрорыт рукав, канал от реки, мы остановили движение дня в жилую застройку Алексеевки или станицы Анапской. В этом году в селе Джигинка была построена пожарная часть. Еще одна сейчас строится в поселке Суворов-Черкесский. Это позволит намного быстрее локализовать возможные возгорания в плавневой зоне. Но этих мер недостаточно. Важно к мониторингу ситуации подключить казачество и добровольцев. Также глава Анапы Юрий Поляков поручил рассмотреть вопрос о приобретении на вооружение спасателей специальной болотоходной техники, которая позволит обеспечить тушение плавневых возгораний в труднодоступных местах. Руслан Душевский, Анапа. Регион. И в завершении выпуска вспомним об основных событиях прошедшей недели. Наш традиционный дайджест пятницу от Никиты Бойко. Одна из задач, поставленная главой города, курорт должен быть удобной и комфортной как для гостей, так и для жителей. И, конечно, нельзя забывать о внешнем облике. Взять, к примеру, торговые ларьки. В таком виде давно потеряли свою актуальность и выглядят непрезентабельно. Намного удобнее делать покупки в комфортных магазинах с отдельными помещениями. Городское управление архитектуры на очередной планерке в администрации представило эскизы новых торговых павильонов. В первую очередь они появятся на улице Горького. Вот если вы взяли эти эскизы, да, по Горького там и в дальнейшем где-то будете, чтобы вы довели это до логического завершения, чтобы эти объекты именно так и выглядели. Поэтому я сразу вас прошу, вот все, кто обратился там с улучшением по Горького, пожалуйста, вот в таком состоянии все должно быть и сделано. В Анапе завершается строительство сразу нескольких социальных объектов. В Суворово-Черкесском готовится к открытию новый пост пожарной охраны. В хуторе Усатого Балка построено здание амбулатории врача общей практики. На 99% готова к сдаче дошкольное учреждение в хуторе Воскресенский. На этой неделе заключение о соответствии получил и детский сад Орленок. То есть мы видим, да, монотонно до конца года мы стремимся к тем цифрам. По открытию детских садиков два открыли, Воскресенский на подходе, Орленок на подходе, Черное море в оформлении документов до конца года тоже его сдадут в эксплуатацию. Но скорее всего откроем его уже после Нового года, в смысле начнем группы заселять. Стартовал в городе и конкурс на лучшее новогоднее украшение. Участвуют в нем все предприятия муниципального образования, от крупных санаторных комплексов и объектов торговли до детских садов и школ. Уже сейчас некоторые магазины начали оформлять свои витрины. В Анапе конкурс проходит не первый раз и количество желающих участвовать в нем из года в год только растет. Каких-либо особых правил нет. Главное проявить фантазию. Итоги подведут после 20 декабря. Люди, как говорится, делают от души. Они и красивые гирлянды нового формата, нового уровня вишают, и разные украшения, рекламные какие-нибудь конструкции, елочки красивые ставят новогодние. Каждый по-разному смотрит на этот подход. Хотел обратиться ко всем, от имени главы муниципального образования, от Юрия Федоровича Полякова, и попросить всех украситься лучше, чем в прошлом году. У Анапы, возможно, появится еще один город по-братим. Об этом стало известно во время встречи главы курорта с новым генеральным консулом Турции в Новороссийске. Ферат Бояр отметил, что у наших территорий есть много общего. Черноморское побережье Турции очень похоже на курортную часть Анапы. В будущем консул высказал намерение содействовать установлению по-братимских отношений с одним из турецких городов. Юрий Поляков поддержал предложение. По мнению главы Анапы, установление международных культурно-туристских связей пойдет только на пользу. На этой неделе губернатор Кубани вручил Анапскому совету ветеранов ключи от нового автомобиля. Это состоялось в рамках итогового пленума Региональной общественной организации ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов, который прошел в краевой столице. В состав Анапской делегации вошли глава города Юрий Поляков и председатель Совета ветеранов Анатолий Гапонов. Глава Кубани напомнил, что в регионе в следующем году появится новая мера поддержки – выплата на ремонт и благоустройство жилья. Ее смогут получить ветераны, инвалиды, а также вдовы и члены семей погибших участников войны. В числе важных направлений поддержки глава края назвал развитие медицинской помощи. Давайте просто-напросто делать все, чтобы те, кто эту победу, я уже сказал, на самом деле завоевал, ощущали благодарность потомков, благодарность, вот что, простую человеческую благодарность, друзья, не для галочки, не для того, чтобы статистику отчитаться и сказать, что вот, пожалуйста, мы там что-то делаем, да просто человеческую, сыновью, благодарность перед этими людьми, пока у нас еще есть возможность. Напомню, что все выпуски новостей можно найти на нашем сайте anaparegion.ru, а также на наших страницах в социальных сетях. Чтобы быть в курсе всех событий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, а также аккаунты в Instagram, Facebook и ВКонтакте. После выпуска новостей вас ждет наша постоянная рубрика «Дети о погоде». А я с вами прощаюсь, хороших выходных и до встречи. За окошком вьюга, за окошком тьма, глядя друг на друга, спят в снегу дома, а снежинки кружатся всем нипочем, в легких платьях с кружебцем, с голеньким плечом. Медвежонок плюшевый спит в углу своем, и в полуха слушает вьюгу за окном, старая седая с ледяной клюкой. Вьюга ковыляет бабой югой, а снежинки кружатся всем нипочем, в легких платьях с кружебцем, с голеньким плечом. Теперь я хочу передать привет первой д-классе четвертой школы. Снежок порхает кружиться на улицах бело, и превратились слушаться в прозрачное стекло. В саду, где пели яблики, сегодня посмотри, как розовые яблоки на ветках снегири. Снежок изрезан лыжами, как мел скрипучий сух, и ловит кошка рыжая веселых белых мух. Передаю привет второму А-классу гимназии Росток и пятому А-классу гимназии Росток и своим родным и близким. Открылась новая продуктовая база альтернатива восточному рынку. Овощи и фрукты, крупы и молочная продукция от кубанских производителей по низким ценам. Анапа, Кольцевая, 15. Аптово-розничная база в районе санатория Россиянка. Поворот на Чембурку. Бесплатная парковка для посетителей. Падала земля, с неба падала земля, разрывая крик, в небе падла не война. Плавилась броня, захлебнулся автомат, затрынул глаза от смерти гвардии сержант. И на рассвете вперед уходит рота солдат. Уходит, чтоб победить и чтобы не умирать. Ты дай им там прикурить, товарищ старший сержант. Я верю в душу твою, солдат, солдат, солдат. И на рассвете вперед уходит рота солдат. Уходит, чтоб победить и чтобы не умирать. Ты дай им там прикурить, товарищ старший сержант. Я верю в душу твою, солдат. Анапа-регион – это актуальные новости курорта в ежедневных выпусках на информационном портале www.anaparegion.ru и в социальных сетях с общей аудиторией более 30 тысяч человек. Одна из самых рейтинговых радиостанций России «Европа плюс» с хитами мировых чартов. Курортное радио, которое звучит для вас на центральных улицах Анапы. Анапа-регион – это ваш надежный партнер в продвижении бизнеса. Звоните 27 207, пишите info.anaparegion.ru Читайте и смотрите на www.anaparegion.ru